Привет, друзья, любители экзотической фауны! Сегодня мы погрузимся в удивительный мир одних из самых захватывающих обитателей нашей планеты – тарантулов. Эти загадочные и красочные существа вызывают непередаваемый интерес у многих, и сегодня я расскажу вам все, что вы хотели знать о них. Ощущение волнения пробегает по спине, когда вспоминаешь о том странном представителе фауны. Его внешний вид вызывает недоуменное восхищение у одних и дрожь от страха у других. И ведь есть те, кто решает завести этого загадочного соседа в своих домах в качестве необычного домашнего питомца. Тарантулы – настоящие звезды среди пауков, обладающие дурманящей красотой и загадочным магнетизмом. Называют их самыми ядовитыми пауками в мире. И не зря. Пусть их маленький размер обманчив, ведь в каждой клетке их тела таится мощь. Тарантулы – путешественники без границ. Они обитают в самых разных уголках нашей планеты, начиная от южной территории Евразии и северных регионов Африки и заканчивая далекой Австралией. Они предпочитают засушливые районы, пустыни, степи, полупустыни, лесостепи, сады, огороды, поля, луга и берега водоемов. Эти членистоногие обладают невероятной стойкостью к жаре и прекрасно приспособлены к теплому климату. В более холодных местах они не обитают. Однако, несмотря на предпочтение солнечных районов, тарантулы часто заглядывают прямо в дома людей, создавая удивительные норы, иногда глубиной до полуметра. Они умело охотятся в своих ловушках, покрытых тканью паутины, вплоть до самой поверхности. С приходом зимы эти удивительные строители глубже углубляют свои норы, перекрывая вход листьями и ветками на 60 сантиметров. Но весной они снова выходят на поверхность, взяв с собой свои паутины, как верные спутники. Но если нить разорвется, то пауку, как настоящему художнику-мастеру, придется начать свою работу снова. В эпоху Возрождения зародилось удивительное семейство пауков-волков, которые долгое время были недооценены. В итальянских городах тогда кишило от этой необычной фауны. И укусы становились настоящей бедой, сопровождая странными судорогами. Так родился тарантизм. Город Таранта в те времена был центром этой загадочной популяции. И его имя навсегда запечатлилось в названии паука. Удивительно, но средневековые лекари предписывали своим пациентам танец Тарантеллу из этого города, утверждая, что именно так можно избавиться от болезни. Жертва должна была танцевать до полного истощения. Верили в это с той неизменной уверенностью, которую средневековье могло предложить. В реальности эти танцы были просто частью специальных праздниц, неодобряемых властями. Существует более 200 подвидов этих удивительных членистоногих, но самыми знаменитыми считается Апулийский тарантелл. В 15 веке верили, что его яд способен привести к безумию и даже заразным болезням. Но сегодня мы знаем, что воздействие этого паука на человека довольно слабое. А в Иране обитает вид тарантула, названный в честь мифического существа Арагога, о котором напоминается в книгах о волшебнике Гарри Поттере. Забавно, что в европейских языках слово тарантула означает пауков-птицеедов, что часто приводит к недоразумениям при переводе с английского. Современные ученые утверждают, что тарантулы и пауки-птицееды представляют разные группы членистоногих. Первые – аранеоморфные, а вторые – мегаломорфные. Но самое увлекательное начинается, когда заглядываем в их мир. Весь паук покрыт мелкой шерстью, а его тело делится на брюшко и головогрудь. У него четыре пары глаз, что позволяет ему контролировать пространство вокруг себя на 360 градусов. И обоняние у них чудесное. Они чувствуют добычу с далекого расстояния. Длина тела до 10 сантиметров, конечностей до 30. Самки весят почти 100 грамм. Удивительно, но у пауков есть своя модная индустрия. Они переодеваются несколько раз в жизни. У самцов передние ноги развиты лучше, чем у самок. А как интересно устроены их конечности. Они сгибаются, но не разгибаются. Благодаря гемолимфе. Но стоит быть осторожным. Скелет этих членистоногих хрупок, и падение может стать для них настоящей бедой. Темный окрас пауков придают им загадочности и изысканности. Самцы и самки различаются размерами. Американские тарантулы, кстати, считаются самыми крупными в мире. Тарантулы – настоящие хищники, мастера засады. Они выслеживают разнообразную добычу. Жуков, гусениц, тараканов, медведок, сверчков, жужелец, даже небольших земноводных. При благоприятном моменте паук метко набрасывается на свою жертву. Как только добыча попадает в его когти, тарантул впрыскивает яд, парализующий ее. Но даже этого недостаточно. Внутренности жертвы превращаются в жидкую субстанцию, и паук высасывает их с аппетитом. Размер угощения зависит от размеров самого паука. И иногда одной добычи хватает на несколько приемов пищи. Интересно, что без еды они могут прожить не только месяцы, но и годы. Лишь бы было достаточно воды. Тарантулы не просто охотники, они еще и строители. Вблизи своих нор они устанавливают паутину сигнализацию. Если кто-то слишком близко подойдет к дому паука, тот моментально вылезает и поймает нарушителя. Если жертва слишком крупная, паук может нанести несколько укусов. Когда жертва пытается уйти после первого укуса, паук начинает преследование, нанося новые укусы. Но держится на безопасном расстоянии. Преследование может продолжаться до полутора часов. Паук, несмотря на все препятствия, добивается победы. Тарантулы – исключение в паучьем мире. Они не плетут паутины. Они предпочитают активные охоты, разыскивая еду своими действиями. А паутину используют исключительно для оценки обстановки в своей норе. Каждый паук постоянно растет и меняет свой скелет. Интересно, что они могут восстанавливать утраченные конечности. И лишь после нескольких линик новая конечность приобретает прежние размеры. И хотя большинство времени пауки проводят на земле, они иногда смело взбираются на деревья, используя свои маленькие коготки. Загадочный яд тарантула – настоящее химическое чудо, состоящее из интригующего сочетания биологически активных веществ, среди которых ферменты и токсины. Эти ядовитые элементы созданы природой для одной цели – парализовать добычу. Однако для человека большинство этих мастеров маскировки не представляют серьезной угрозы. Укус тарантула, как волшебная палочка волшебника, может вызвать у нас самые разные реакции. От легкого зуда и красноты до едва заметного отека. В редких случаях некоторые счастливчики могут столкнуться с аллергическими реакциями. За тарантулом следит множество врагов, особенно птиц, которые часто охотятся на этих чинистоногих, включая их в свою дневную диету. Однако настоящие мастера коварства – осы. Они, как и пауки, применяют яд для парализации своей добычи. Затем осы осторожно откладывают яйца в тело парализованной жертвы. Когда личинки появляются, они начинают свой рост и развитие прямо внутри бывшей добычи, а затем выходят на свет. Некоторые виды муравьев и богомолов абсолютно неприхотливы в еде, что означает, что они могут нападать на практически любое живое существо. А вот некоторые лягушки и ящерицы легко справляются с тарантулами, воспринимая их как вкусное угощение. Тем не менее, тарантулы – сами мастера выживания и могут представлять серьезную угрозу для своих сородочей. Это особенно касается самок, которые без колебаний могут съесть мужчину, если он окажется в неудачный момент. И что удивительно, самки даже способны съесть своих собственных потомков, если им не удастся поймать достаточно добычи. Ведется настоящая борьба между медведками и тарантулами, так как их территории часто пересекаются. Медведки активно копают подземные ходы, которые могут пересекаться с жилищами пауков. В результате таких столкновений раненые и линяющие пауки могут стать пищей для медведок. Начиная с конца лета, тарантулы начинают активно размножаться. Самцы начинают ткать паутину, а затем растирают ее своими брюшками. Это создает особую семенную жидкость, которую пауки собирают своими передними лапками. После этого пауки готовы к встрече с любовью. Самцу необходимо быть настойчивым, ведь у него ограниченное время. Оплодотворив самку, он выполняет свой долг и сразу же покидает это место. Оплодотворенная самка создает окон в своей норе и откладывает до 2000 яиц. В течение почти двух месяцев самка носит свое потомство с собой. Когда малыши наконец появляются, они взбираются на спину своей матери и остаются там, пока не научатся охотиться самостоятельно. Постепенно потомство растет и спустя некоторое время начинает пробовать свои силы, добывать себе пищу. После первой линьки они разбегаются в разные стороны и через несколько лет превращаются во взрослых пауков. Но теперь они теряют свой инстинкт предосторожности и могут быть замечены даже в самый светлый день. Состояние сохранности тарантулов в настоящее время вызывает озабоченность среди ученых и экологов. Изменение климатических условий, разрушение их естественных мест обитания, а также неуправляемый сбор в качестве декоративных питомцев. Все это оказывает негативное воздействие на популяцию тарантулов во многих регионах. Друзья, не забывайте, что сохранение природы и ее удивительных обитателей в наших руках. Надеюсь, сегодняшнее видео о тарантулах принесло вам много интересной информации. Помните, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение природы, начиная с маленьких, но важных шагов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные видео о фауне нашей планеты. Берегите природу и до новых встреч!